МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 9 сентября 1955 года в Москву прибыл канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. Это была первая в истории поездка западно-германского руководителя в Советский Союз. Аденауэр встречались со всеми положенными в таких случаях почестями. Однако спецслужбы ФРГ опасались, что КГБ будет круглосуточно подслушивать разговоры канцлера. Поэтому в Москву накануне привезли целый вагон с оборудованием по борьбе с жучками. Лимузин канцлера тоже был оснащен специальной защитой от прослушки. Немцы были уверены, теперь утечки из секретной информации не будет. Но на самом деле в Москве еще до приезда канцлера знали содержание всех секретных документов немецкой делегации. Информация об этих документах поступила от человека, который подписывал свои донесения псевдонимом Ур. Это был один из ценнейших агентов советской разведки. Этот человек имел доступ к политическим секретным документам правительственного уровня. В Западной Германии Курт сделал головокружительную карьеру в разведслужбе ФРГ. Он был одним из самых доверенных лиц ее руководителя. Более того, его лично знал сам канцлер Агенал. Он очень много передал секретных документов. Эти документы, они были настолько важны, что они даже порой касались первого лица Германии, я имею в виду ФРГ. Любая разведка мира мечтала бы об агенте такого уровня и не пожалела бы любых денег, чтобы склонить его к сотрудничеству. Но Курт работал на Москву исключительно по идейным соображениям. Куртом был один из выдающихся разведчиков 20 века Хайнс Фельфи. Судьба этого человека поистине удивительна. В молодости он работал в разведке Третьего Рейха. А много лет спустя консультировал создателей знаменитого сериала «17 мгновений весны». Рассказывал им о Мюллере и Шелленберге, которых знал лично. Но главное, конечно, в другом. Занимая высокие посты в разведке Западной Германии, в 50-е годы Фельфи смог фактически парализовать в Германии все операции спецслужб ФРГ и США против Советского Союза. Но как ему это удалось? Какую информацию Фельфи передавал в Москву? Как, наконец, контрразведка ФРГ вышла на его след? И действительно ли Фельфи обменяли сразу на два десятка западных агентов? Давайте разбираться во всем этом вместе. Смотрите прямо сейчас. Почему бывший сотрудник разведки Гитлеровской Германии решил работать на Советский Союз? Его перевели во внешнюю разведку, которой руководил Шелленберг. Как Фельфи стал одним из доверенных лиц руководства разведки ФРГ? Ущерб колоссальный был и для ЦРУ, а БНД просто с того момента она потеряла авторитет. Она так его больше никогда не вернул. И как ему удавалось копировать секретные документы, предназначенные для руководителей ФРГ? В сентябре 1959 года в Кельне закончилось строительство нового здания торгового представительства СССР ФРГ. Его сотрудники готовились к переезду. В новом доме находились не только офисные помещения, но и жилые квартиры. Для контрразведки ФРГ такое новоселье тоже большое событие. Ее специалистам удалось еще во время строительства установить в советском торпредстве множество жучков. И теперь немцы имели возможность прослушивать любой разговор обитателей здания. Но и в Москве уже давно знали об этих жучках. Информация о них поступила от Хайнца Фельфи. Советские спецслужбы разработали план по уничтожению подслушивающих устройств. Причем эта операция не должна была бросить даже малейшую тень подозрения на Фельфи, одного из немногих людей, кто знал их схему установки. Это могло бы поставить крест на всей блестящей операции по его внедрению в руководство разведки ФРГ, которое успешно осуществлялось уже больше восьми лет. Родился в 1918 году в Дрездене. В 1931 году вступил в молодежную организацию «Гитлерюгенд». А в 1936 году в СС он стремительно поднимался вверх по карьерной лестнице нацистского режима. А в августе 1943 года был переведен на службу в 6-е управление перской безопасности, внешнюю разведку. Ей руководил оберфюрер, а потом и бригаденфюрер СС Вальтер Шеллингер. Его делают начальником реферата, ну то есть отдела по-нашему, по Швейцарии, СД. Там все финансовые потоки, там всегда во время и Первой, и Второй мировой войны там сосредотачивалась именно борьба спецслужб, потому что нейтральная, формально нейтральная страна. И ее использовали, соответственно, спецслужбы по различным государствам и сталкивались между собой. В 1944 году Фельфи перевели в Голландию. Там он занимался подготовкой диверсантов, которых направляли в тыл английским и американским войскам. В мае 1945-го он попал в плен к англичанам. И больше года находился в лагере для военно-пленных. И только потом вернулся домой. То, что увидел Фельфи в Дрездене, произвело на него тяжелейшее впечатление. Его родного города больше не было. С 13 по 15 февраля 1945-го года более тысячи самолетов Великобритании и США нанесли по нему несколько ковровых бомбардировок. Дрезден превратился в бушующее море огня. Точное число погибших неизвестно до сих пор. Называется цифрой от 25 до 250 тысяч человек. Фельфи не мог понять, для чего англичане и американцы сравняли город с землей. Ведь тут не было никаких военных заводов. Эта жестокость потрясла Хайнца. По его словам, это был один из главных мотивов, который впоследствии побудил его согласиться на сотрудничество с советской разведкой и начать работу против западных спецслужб. Но были и другие причины. После войны Хайнц Фельфи стал журналистом. Он ездил по всей Германии. Его поражало, что западные союзники в своих секторах оккупации вели фактически двойную игру. Они говорили о денацификации, но брали к себе на службу нужных им людей с явным нацистским прошлым. И при этом относились к немцам, как к людям второго сорта. Через много лет Фельфи отмечал в своих мемуарах. Я знал много случаев, когда американские военнослужащие клеймили зажиточных немцев как нацистских преступников, чтобы получить предлог конфискации их жилищ и состояния, которые затем они присваивали как освободители. Это беззаконие не только не пресекалось, но фактически поощрялось военным командованием союзников в западных оккупационных зонах Германии. Фельфи удивляла, что в советском секторе к немцам относятся гораздо лучше, несмотря на то, что именно советские люди больше других пострадали от нацизма. Он был изумлен, как они относятся к побежденным. Его поразило это. И западные сектора, там такая картина совершенно. Там он был для них человеком второго сорта, а здесь он был нормальным. Переосмысление прошлого заняло у Фельфи несколько лет. К тому же он все больше интересовался тем, что происходило в Восточной Германии и СССР. Он вспоминал, что когда ему сделали предложение о сотрудничестве с советской разведкой, он был уже морально к этому готов. На самом деле, Фельфи уже давно находился в поле зрения советской разведки. Его земляк и бывший коллега по службе в разведке Рейха Ганс Клеменс уже с ней сотрудничал. И он же сначала посоветовал обратить на Фельфи внимание, а потом предложил ему самому вступить в контакт с разведчиками из Советского Союза. В 51-м году Фельфи согласился работать на Москву. Но с несколькими оговорками. Он настаивал на том, что будет лично передавать информацию своим кураторам. И что никто из западных агентов, которые будут раскрыты с его помощью, не будет расстрелян. Эти условия были приняты и ни разу не нарушались советской стороной. Именно по рекомендации советской разведки, Фельфи в том же 51-м году поступил на службу в так называемую организацию Гелена, полуофициальную разведслужбу ФРГ. Организация Гелена возникла в 46-м году. Она получила название по имени ее руководителя. Бывшего начальника отдела иностранной армии Востока, генштаба вооруженных сил Третьего рейха, генерал-лейтенанта Рейнхарда Гелена. В мае 45-го года он сдался американцам и передал им свой архив и списки агентуры. И эта агентура не была тронута американцами. Хотя многих надо было расстрелять просто. Они этого заслуживали. Никто не был судим. И потихонечку организация Гелена начала подниматься на довольно нехрупкие ноги. Финансировали организацию все те же американцы. Она занималась шпионажем и организацией диверсий против СССР и Восточной Германии. Там были профессионалы. От военных лет профессионалы. С хорошей школой. Это сильная разведка. Ему подожили хорошую свиньё. Многие из сотрудников организации Гелена лично знали Фетра. И кроме того, были его земляками из Дрездена. Дело в том, что дрезденцы, а он дрезденец, это особая такая когорта людей. И чувство землячества развито так именно в Саксонии. И именно в Дрездене, как и в одной земле Германии. Всё это помогло успешному внедрению Фельфи в организацию Гелена. В Москве вскоре от него начали получать копии секретных документов. Для съёмки документов Хайнс Фельфи использовал фотоаппарат Минокс, который даже получил неофициальное название шпионской камеры. Он умещался на ладошке. Сверхурочная работа в организации Гелена не приветствовалась и могла вызвать подозрения. Поэтому он фотографировал документы, заперев дверь в своём кабинете во время рабочего дня. А информацию для отправки в Москву готовил во время второго завтрака. За 10 лет своей работы Фельфи передал в Москву более 15 тысяч листов секретных материалов. В 56-м году организация Гелена получила официальный статус и стала называться Федеральной разведывательной службой ФРГ БНД. А Хайнс Фельфи был назначен начальником отдела контр-шпионажа против СССР и советских представительств ФРГ. Для советской разведки это было поистине бесценное назначение. С этого времени работу в Фельфи начал курировать советский разведчик Виталий Коротков. Когда я ознакомился с делом, я понял, что нужно отбросить все сомнения и согласиться работать с этим человеком. Настолько он представлялся судя по его личному делу, по документам интересным, важным и перспективным. Американская и британская разведки фактически держали под своим контролем всю политическую и экономическую жизнь ФРГ. Их сотрудники и агенты прослушивали телефоны, вскрывали письма, внедрялись в политические партии, полицию, министерство и другие госструктуры. Фельфи вспоминал, что только в Баварии ЦРУ имело около 600 постоянных агентов, даже в небольших деревнях. Американцы и англичане работали в ФРГ так активно, что это даже вызывало недовольство их коллег из западногерманской разведки. Даже сам федеральный канцлер Аденау жаловался, что его в собственном кабинете подслушивают агенты Ми-6. Эти трения между западными союзниками Хайнс Фельфи сумел использовать в своей работе. Кёльн. Сентябрь 59-го года. После того, как Фельфи сообщил о послушивающих устройствах в здании торгпредства СССР, было принято решение уничтожить их в ходе вроде бы случайной аварии в электросети. Удалось сделать короткое замыкание, которое сожгло всю эту аппаратуру. И после этого наши сотрудники смогли спокойно работать в этом здании. В БНД и ЦРУ начали собственное расследование провала операции. Потребовали отчета и от Фельфи. Но ООН выдвинул заранее подготовленную версию. В происшествии виноваты американцы. Это они якобы установили технику, не сумевшую выдержать перегрузок в электросети. Такое объяснение показалось руководству БНД правдоподобным. К тому же, оно перекладывало ответственность за провал на ЦРУ. Служба наблюдения за советскими гражданами в Западной Германии была поставлена на мощную основу. Фельфи вспоминал. Я лично распорядился подключить к собственным пунктам БНД по прослушиванию примерно 30 телефонных линий советских учреждений ФРГ. Сейчас я даже не могу указать точное число операций по установке жучков для прослушивания. Настолько их было много. Однажды Фельфи узнал о предстоящем аресте одного из советских разведчиков. Сообщать об этом в Москву у него уже не было времени. Тогда он просто позвонил этому разведчику из обычного телефона-автомата и сказал, что ему надо немедленно скрыться. В другой раз, получив информацию о том, что контрразведка держит под колпаком одного из советских дипломатов, он проявил еще большую находчивость. Он придумал, на мой взгляд, фантастический план. Он поехал на своей машине и очень долгое время следил за одним из советских мелких дипломатических работников. Я даже почти помню фамилию Михеев. Который, как он думал, был чистым дипломатом. И он тогда на одном из перекрестков остановился рядом и кинул записку. И человек, которого обязаны были арестовать, и вот-вот это должно было случиться, он успел вскрыться. В это трудно поверить, но за время работы в Фельфе ФРГ не был арестован ни один советский разведчик. Мы получали информацию своевременно и могли выводить наших людей, наших разведчиков из-под удара, выводить их в ГДР или куда-то еще. Берлин. В 50-е годы этот город один из главных центров войны и разведок между Западом и СССР. Его не зря называли столицей всемирного шпионажа. Там кипела невидимая для обывателя страсть, так сказать, разведслужб всех, абсолютно разливов любого цвета. Перемещение между советским и западным секторами Берлина тогда было практически свободным. По вечерам в столицу ГДР из западных секторов ехали сотни людей за покупками и чтобы просто весело провести время. В 1948 году в Западном Берлине провели денежную реформу и по официальному курсу одна западная немецкая марка стоила 6 марок ГДР. Так что за бутылку шампанского, которая стоила 20 восточных марок, западники платили чуть больше трех своих. И так было во всем. Вы представляете количество людей, которые посещали на халявах, скажем так, восточный Берлин, восточный сектор. И все было перепонно, буквально забито. Все, театры, рестораны, кабареты, любые усилительные учреждения были забиты западной публикой. Тайные встречи с Фельфи тоже долго проводились в Берлине. Советская разведка поддерживала с ним постоянную связь. Связь с ним была и перепиской, и тайнописью. У него была радиосвязь с нами. Он получал от нас радиосообщение и расшифровывал их. То есть многосторонние каналы связи были. Очень многосторонние каналы связи были с ним. Но информацию он всегда передавал только при личных встречах. Это условие сотрудничества с советской разведкой Хайнс Фельфи соблюдал неукоснительно. Мы предлагали ему, там, скажем, переход на тайники, что он постоянно отвергал. Тайник, конечно, это хороший способ передачи информации, но он связан с и разными случайностями. Нечаянное обнаружение, непогода, что-то еще случайное. И информация может либо погибнуть, либо попасть в чужие руки. А так он уже видит, он знает, что он передает то, что он хотел передать конкретно работнику, с кем он работает. Хайнс Фельфи регулярно приезжал в Западный Берлин по делам разведслужбы ФРГ. В основном для согласования ее планов с крупнейшим в Европе западно-берлинским филиалом ЦРУ. Но эти командировки он использовал и для встреч с представителями советской разведки. Вечером Фельфи выходил в город, якобы на прогулку. Затем, убедившись, что за ним нет слежки, он садился на метро и ехал в восточный сектор Берлина. Я его встречал на одной из станций на конспиративной квартире. Нас ожидал, естественно, уже накрытый стол и сотрудники, которые должны были принять участие в беседе. Чаще всего это был руководитель берлинского представительства или его заместитель. Встречи продолжались, как правило, до просвета. На рассвете таким же образом я выбрасывал Кайнса к электричке и он отправлялся в западный Берлин. Однако ни он сам, ни советская разведка не считали Берлин слишком надежным местом для встречи. Вдруг все-таки американцы установят за Фельфи скрытые наблюдения. Или его заметит в метро кто-то из знакомых. Поэтому решили проводить встречи в третьих странах Бельгии или, например, в той же Австрии. Летом 1958 года у Фельфи и Виталия Короткова была запланирована очередная встреча в австрийском городе Зальцбурге. Их первый, так называемый, моментальный контакт состоялся у дома Моцарта в оживленном туристическом месте. Я увидел Хайнца. Он увидел меня. И пошел дальше. Я за ним в 10, 15, 20 шагах. Мы прошли какое-то расстояние, дошли до стоянки машин. Он подошел к своей машине, подошел, соответственно, я. Мы сели в машину и выехали из Зальцбурга. Проехали десяток километров, может быть, от Зальцбурга. Ну, и он говорит, мне кажется, здесь, я думаю, удобное место для беседы. Оставили машину на обочине шоссе. Разведчики изображали из себя обеспеченных горожан, которые выехали за город на пикник. Они разложили на траве плед, на нем термос, кофе, бутерброды и принялись за работу. Виталий Коротков достал шифроблокнот из специальной мини-магнитофон для того, чтобы записывать информацию от своего агента. У самого же Фельфи было несколько фотопленок, на которых были сняты секретные документы. Их встреча должна была продлиться несколько часов, но вскоре они увидели, что к ним приближается человек с ружьем. Они едва успели спрятать шпионское оборудование. Человек с ружьем оказался местным лесником. Они обменялись несколькими фразами и распрощались. Но разведчики тут же решили сменить место встречи. Вдруг лесник кому-нибудь расскажет о двух мужчинах, которые зачем-то уединились на лесной поляне. В Москве очень высоко ценили работу Ханса Фельфи. Для укрепления его положения и авторитета в БНД советская разведка даже шла на то, чтобы передавать противнику подлинные секретные сведения. В конце 50-х БНД и ЦРУ приступили к операции «Диаграмма». Ее цель получение максимально возможной информации о представительстве внешней разведки СССР в ГДР в пригороде Берлина Карлсхорст. Руководителем операции был назначен Фельфи. Вскоре он представил руководству БНД отчет «Пять толстых томов». В них были собраны сведения о Карлсхорсте. Теперь представители различных структур БНД, ЦРУ и Ми-6 обращались к нему с просьбами уточнить тот или иной аспект работы КГБ в ГДР. Но и Москва всегда знала, что именно интересует ее противников и в каком направлении следует ждать их действия. Он по некоторым данным выдал 94 агента и шпиона, по другим данным больше 100, ну скажем около 100 человек. Тем не менее авторитет Фельфи в БНД укреплялся все больше. Тут важную роль играли его знакомства в высших органах власти ФРГ. Он был знаком с канцлером Аденауэром. Однажды тот даже сказал ему «Молодые люди вашего склада в нынешнее время особенно нужны». Он знал канцлера. Он вообще еще с ним познакомился, когда Аденауэр начинал свою мощную политическую карьеру, а Фельфи был журналистом. Работу в Фельфи ценил и руководитель БНД генерал Геллин. И он очень быстро стал правой рукой Геллина. Сам Геллин он планировал выдвинуться в советники канцлера. Занять там первый или второй там высший вот в табельный рамках. Геллин делал очень большую ставку на Фельфи. Не исключено, что впереди Фельфи ожидала еще более головокружительная карьера. Но весной 61-го года в Москву поступили первые тревожные сигналы. Связники Фельфи, его земляки Ганс Клеменс, тот самый, который когда-то предложил ему работать на советскую разведку, и Эрвин Тибель сообщили, что ими кто-то явно интересуется. Бывший куратор Фельфи Виталий Коротков в это время уже работал в Москве, но оттуда он продолжал руководить группой Фельфи. Короткова очень стревожили подозрения Клеменса и Тибеля, и он предложил работу с группой Фельфи временно прекратить. Я написал рапорт на имя начальника разведки Сахаровского тогда, где изложил эту информацию, причем детально, рапорт получился довольно большой, лист на четыре, и предложил законсервировать работу со всей этой тройкой и с Тибелем, и с Клеменсом, и с Фельфи. Но тогда это предложение не приняли. Москве было нужно, чтобы от Фельфи по-прежнему шла информация о планах западных разведок. Тем более, что летом и осенью 61-го года противостояние между СССР и Западом в Европе обострилось до предела. Многим тогда казалось, что холодная война вот-вот превратится в горячую. Граница между Западным и Восточным Берлином по-прежнему оставалась открытой. Через нее в ГДР забрасывались разведывательно-диверсионные группы. Фельфи сообщил, что еще в 59-м году в ЦРУ начали операцию под кодовым названием Ситрейл. Американцы готовили группы диверсантов, которые должны были закрепиться в ГДР и ждать Дня Икс, чтобы возглавить выступления против СССР и местных властей. Их снабжали радиостанциями, оружием, деньгами, шифрами. Огромное количество подпольных вот этих вот партизанских таких вот ячеек создали на территории ГДР, которые были готовы к выступлению, а граница была открыта. И БНД этим активно пользовалось. То есть туда-сюда ездили агенты, снимали информацию, велось там вокруг всех советских военных объектов, велось наблюдение постоянное, собирали информацию, так сказать, работали с людьми. Руководство ГДР после указаний из Кремля решило перекрыть границу. В ночь с 12 на 13 августа 61-го года армия и пограничники начали возводить на границе с Западным Берлином пограничные укрепления. Потом на их месте появилась Берлинская Стена. Строительство Берлинской Стены это очень важный был момент. Моментально была закрыта граница и это был огромный удар, потому что прекратилась связь с агентурой. Эти события еще больше обострили отношения между СССР и Западом. В разгар берлинского кризиса Фельфий продолжал регулярно информировать в Москву. Но к концу октября он почувствовал, что очень устал и решил немного отдохнуть в своем доме в горах. Перед отъездом Фельфий подготовил 15 фотопленок с секретными документами, которые планировал передать советской разведке после отпуска. Но отпуска не получилось. 6 ноября 61-го года Фельфий неожиданно вызвали на службу. Ему сказали, что ему должны вручить медаль за десятилетие безупречной работы. Ну и разговор вдруг затянулся, он шел долго, и Фельфий настраивался, почему ему не вручать медаль, он об этом спросил напрямую, что сейчас приедет начальник, вот он вам вручит лично. Но вместо начальника в кабинет вошли сотрудники уголовной полиции, которые объявили, что Фельфий арестован. Через некоторое время его доставили в следственную тюрьму. В нее он был зарегистрирован как господин безымянный. Фельфий предъявили обвинение в измене и шпионаже в пользу СССР. Факт его ареста всячески пытались скрыть, но в Москве быстро об этом узнали. Время от времени Фельфий должен был передавать сигнал о том, что с ним все в порядке. Это могла быть обычная открытка, посланная по определенному адресу, или какой-нибудь знак на условленном месте. Когда в Москве не получили этого сигнала, поняли, с Фельфи что-то произошло. Вскоре эти подозрения подтвердились. В Москве тщательно проанализировали работу Фельфия и пришли к выводу, он действовал безукоризненно. Но что же тогда привело к провалу? Следствие по делу Фельфии продолжалось два года. Допрашивали его сотрудники уголовной полиции, судебный следователь, а также представители БНД и ЦРУ. он держался стойко и не раскрывал деталей своей работы. Однако арестованные связники Фельфии, Клеменс и Тибель пошли на сделку со следствием и рассказали все, что знали. Быстро объяснили, что они получат срок небольшой, если все расскажут. И действительно Тибель получил три года, Клеменс шесть лет, а Фельфия получил четырнадцать. В Москве сразу же начали разрабатывать различные варианты освобождения Хайнца Фельфия из тюрьмы. И советская разведка смогла установить с ним связь. На протяжении всех шесть лет его пребывания в каторжной тюрьме попытки обменять его, переговоры, предложения шли постоянно. Главной причиной того, что это не удавалось, была позиция Гелена. Гелен считал, что этого предателя выпускать и обменивать нельзя, пускай он сидит до конца. Хайнцу и Фельфи не раз предлагали пойти на сотрудничество с БНД и ЦРУ. Однажды к нему в камеру зашел человек в дорогом костюме и сказал, что у него есть предложение, которое может полностью изменить его судьбу. Предложение было простое. Фельфи пишет мемуары о своей работе разведчика. За это ему выплачивают 500 тысяч долларов и обязуется платить проценты с каждого переиздания книги. Он получает свободу и право жить в любой нейтральной стране Европы. Единственное условие не ездить в Советский Союз и другие соц. страны. Что вам делать на Востоке, сказал пришедший господин. Вы туда не вписывайтесь. Жизнь на Востоке не годится для вас. При желании он добавил Фельфи может изменить и свою фамилию. Но Фельфи отказался и от этого предложения. Дело об обмене Фельфи сдвинулось с мертвой точки только после того, как в мае 68-го года с поста главы разведки ФРГ ушел в отставку генерал Гелен. И вот 14-го фюраля 69-го года Фельфи доставили на пограничный пункт Херлисхаузен на границе между Западной и Восточной Германией. Его обменяли на 21-го агента США и ФРГ, задержанных в СССР и ГДР. В 69-м году случился самый крупный, я подчеркиваю, обмен в истории мировых разведок. За Фельфи немецкое министерство госбезопасности выдало на обмен 18 шпионов и агентов. Хайнц Фельфи решил остаться в ГДР. На окраине Берлина ему предоставили двухэтажный дом. Он начал работать на юридическом факультете Берлинского университета. Защитил диссертацию и стал профессором на кафедре криминалистики. В ГДР он женился во второй раз. Жена от него отказалась в первые же дни начала процесса. Так же поступил и его сын. А дочка держалась за него. И уже после освобождения постоянно с дочкой встречался, заботился о своих внуках, девочках. Интересная деталь. В 1972 году Фельфи встречался со съемочной группой знаменитого фильма «Семнадцать мгновений весны». Он рассказал о том, как строились отношения между сотрудниками разведки Третьего рейха. И он знал и работал с Шеренбергом, знал и Мюллера, знал обстановку там, знал нормы, правила поведения там. И он был основным консультантом по РСХА для нашей съемочной группы. В титрах он нигде не указан, конечно. Со своим бывшим куратором Виталием Коротковым Фельфи после освобождения встречался только один раз в ГДР. Они поговорили всего лишь несколько минут. Закон разведки весь жестокая. Они оба знали, что во время случайной встречи не имеют права говорить ни о работе, ни о своей жизни, ни о своих планах на будущее. И уж тем более обсуждать вопрос, который все время волновал их обоих. Почему Фельфи все-таки провалился? Но через 20 с лишним лет между ними началась переписка, которая продолжалась до самых последних дней жизни Хайнца Фельфи. Виталий Коротков хранит эти письма как память о своем друге. Хайнц Фельфи до конца жизни резко критически отзывался о ликвидации ГДР, об объединении Германии и о том, что происходит в его стране. Это письмо датировано 13 марта 2008 годом. Он в этом году умер. Я спрашиваю, зачем нужно немецким солдатам находиться в Афганистане, Сербии или на арабском роге. Меня волнует также внутренняя ситуация в Германии, в частности, рост стоимости жизни населения. Хайнц Фельфи умер в Берлине 8 мая 2008 года. Этот снимок был сделан буквально за несколько часов до его смерти. Фельфи с женой и племянником пошли прогуляться. После прогулки они поужинали, и он ушел спать, а утром уже не проснулся. Это действительно профессионал высочайший, и не случайно, что он получил и награды, орден Красной Звезды, орден Красного Знамени, и, самое главное, значит, знак почетный чекист. То есть, это самая главная ведомственная награда, которую, собственно, у чекиста они ценят выше даже, чем ордена. Но в чем же все-таки была причина провала и ареста Фельфи? По одной из версий, сплошные неудачи, которые испытывали БНД и ЦРУ в работе против ССССР в Германии насторожили их руководителей. Они начали искать источник утечки информации. Поиски продолжались несколько лет. И в итоге был сделан вывод. Он находится среди узкого круга руководителей БНД. Ряд людей попал подозрение и в начале октября они смогли перехватить переговоры и переписку даже переписку Клеменса и Фельфи, в которых упоминалась зашифрованная информация. И они очень быстро получили улики. И Клеменс сразу признался. Возможно, все действительно было именно так. Документы, из которых стало бы ясно, как именно разрабатывали Фельфи, в Германии все еще засекречены. Представители немецких спецслужб неохотно вспоминают это дело. Фельфи нанес крайне чувствительный удар по репутации БНД. В истории спецслужб пожалуй, не было случаев, когда всего лишь один человек почти на 10 лет фактически парализовал деятельность всей разведки против той страны, на которой он работал. Но именно это и смог сделать Хайнс Фельфи. Действительно один из выдающихся разведчиков 20 века. Уже на склоне жизни он писал, что если бы смог начать жизнь сначала, то все равно в той или иной форме оказался бы на стороне правого дела, за которое, по его мнению, боролся Советский Союз. Союз.